Добрый день! С вами компания ОМЗАП, меня зовут Павел и мы начинаем. Все мы прекрасно знаем народного любимца корейского автопрома. Предмет обожания как единственная дочь среди сыновей. И в этом сегменте уже колесит по нашим дорогам пять лет как обновленный кореец. К нам как раз сервис попал один из представителей данного племени. Это Kia Sorento Prime. Встречайте! Модель получила у нас обновленную решетку радиатора, передний бампер, LED-туманки, новая оптика, обновленный задний бампер, светодиодная задняя оптика, колесные диски размером 17-19 дюймов в зависимости от комплектации. В нашем случае 18-й. Новый темно-коричневый цвет Ричи Экспресса. Давайте же заглянем в салон. Для тех, кто проживает в немосковском регионе и не имеет возможности привезти к нам свой автомобильно-профессиональный ремонт двигателя, можете прислать транспортной компании снятый силовой агрегат. Вы оплачиваете доставку до Москвы, а мы отправляем вам отремонтированный двигатель за свой счет. Также мы пришлем полный видео-обзор дефектовки и ремонта вашего двигателя. Итак, что у нас внутри? Со стороны водителя новый трехспицевый руль, мультимедийный, очень удобный, покрыт гладкой кожей, новая приборная панель. Кстати, центральный колодец теперь у нас цифровой. Вся информация необходимая для водителя поступает именно туда, очень оперативно, удобно. Автомобиль у нас очень умный, даже при температуре воздуха за бортом 4 градуса уже начинает сигнализировать нам о том, что ребята осторожнее, возможно, гололед, скользко. О чем сидеть стоит? Индикатор желтого цвета в левом нижнем углу. Что мы имеем? Новый 7-дюймовый монитор, управление климатом, кондиционером, подогрев, вентиляция сидений передних, подогрев руля, что очень важно для эксплуатации в нашем суровом климате. По отделке, опять же, сразу же, качественный, в принципе, пластик, похож издалека, либо в сумерки на кожу. Есть ставки с рояльным лаком, который, в принципе, очень надежный, показал себя, зарекомендовал. В нижней части вокруг селектора отдел с USB, прикуриватель, AUX, все, что необходимо в современном автомобиле. Очень много всяких рундучков, отделов под мелочь, кнопки управления блокировкой и отключения партроника. Опять же, удобный подлокотник, вместительный бардачок. Супер! Сидушки крайне удобные, с боковой поддержкой, опять же, по сидушкам много регулировок. Во всех положениях электрические регулировки ехать, в принципе, удобно, сидеть удобно. Руль, опять же, вернусь, руль у нас настраивается в двух плоскостях, как вверх-вниз, вперед-назад, тоже очень важно. Подрулевые переключатели функциональные, освещение, дворники управления передними и задними стеклоочистителями. По отделке сидений, перфорированный кожзаменитель, в принципе, достаточно хорошего качества, строчки ровные, прошит хорошо. Подголовник, естественно, регулируемый по высоте. По обшивке потолка имеются у нас стандартные осветительные приборы, специальный отсек под очки. Здесь козырек, но почему-то могу отметить минус без освещения, зеркальце на пассажирском тоже не подсвечивается, но это скорее минус. А, есть у нас замечательный вот такой отдельный тут фонарик, который обеспечит нас освещение, что на водительском, на пассажирском части салона. Существует комплектации с панорамной крыши в нашем исполнении, это обычно. Перемещаемся назад. Итак, что мы имеем сзади? Достаточно много места, имеется у нас 12-ти вольтовая розетка, USB для любителей гаджетов и прочего, что в дороге можно пользоваться телефоном. Дефлекторы регулировки потока воздушного. Смотрите, что понравилось, в принципе, в первую очередь. Регулируется по заднее сидение. Можно регулировать, отодвигать вперед-назад. Подлокотник, естественно, с подстаканниками. По отделке дверей. Достаточно качественный, подогнанный, хорошо идеально пластик, кожзам, электропривод стекол, электрические стеклоподъемники и подогрев задних сидений. Ну и различные отделы под бутылочки, стаканчики, чтобы достаточно комфортно проводить время в дороге. Но самое интересное, приятельство в багажнике. Итак, багажник. Что мы имеем? Сразу отсек под инструменты, походные наборы, огнетушитель, аптечка, трос, все как положено, все в рамках требований. Третий ряд сидений. Очень легко и просто расправляется. Еще одна фишка, которая очень понравилась, это климат-контроль регулируемый сзади. Места, может быть, для взрослого человека не так много, но детей, в принципе, я думаю, милое дело провести. Багажник очень объемный, объем его порядка 660 литров. Но если вы хотите сделать идеально, больше места освободить, складывается передний ряд сидений. Опять же, отсутствует тоннель под карданный вал, поэтому пол сзади абсолютно ровный и все сидушки складываются в одно ровное пространство, что позволяет перевозить огромную, я не знаю, по объему груз порядка 2000 литров. Запасное колесо перемещается у нас под днище. В принципе, достается тоже все очень просто. В нашем исполнении еще фаркоп. Кнопка закрывания багажника, как обычно, однократным нажатием багажник закрывается. Опять же, что еще мы имеем? Камера заднего вида, по-моему, в любой комплектации идет. Ну, мы бы были не автосервисом, если бы не загнали его в ремонтную зону, не подняли и не посмотрели бы снизу, что с ним произошло за время эксплуатации по нашим дорогам. Так что, пойдемте в бокс. Итак, что мы имеем? Силовой агрегат D4HB. 2,2 литра, дизельный двигатель, 200 лошадиных сил. Двигатель, в принципе, давно уже устанавливается на автомобилях марки Kia. Двухвальный, два распреда. Топливная система, проверенный старый добрый Common Rail производителя марки Bosch. В принципе, тоже считается надежным. В плане мотора. Единственное, что отмечают специалисты, слабым местом является система газораспределения, а именно цепи на больших пробегах может создавать повышенный шум, поэтому очень чувствителен к регламенту обслуживания качества моторного масла. В принципе, то же самое можно сказать и про топливную аппаратуру и всю топливную систему марки Bosch. Очень чувствительно к качеству топлива. Смотрите, теперь давайте по регламенту коротко. Сколько? 10 тысяч больше не стоит пробегать на моторном масле, поэтому меняем. 10 тысяч максимум, в идеале 7,5-8 тысяч. Тем более, если эксплуатируем в Москве, не забываем, что машина может не ездить, но постоянно работает, поэтому тут, по сути дела, образно, мотоэктисты считаем. Поэтому 7,5 тысяч, либо год эксплуатации максимально. Так, что мы еще тут имеем? Трансмиссия шестиступенчатая, автоматическая. Изначально вообще коробка. Производитель заявлял чуть ли не на весь срок службы. Ну, понятное дело, что в современных реалиях это бред. Если эксплуатируют больше, чем 60 тысяч километров на данном масле, могут возникнуть проблемы с переключением передач. Ну, то есть будет перегрев коробки, масло, качество его резко снижается, и могут возникнуть проблемы неисправности. Поэтому до 60 тысяч не докатываем, стараемся менять где-то 50-40. Ну, я, опять же, срок эксплуатации не более, там, трех лет на одном масле. Что хотелось бы сказать из плюсов, да? Ну, вообще, само подкапотное пространство достаточно оптимально занято, да? Вроде и нет много свободного места, но одновременно очень доступно все для ремонта, более-менее ремонтно пригоден. Вот чисто как даже не эксплуатационщик, а, ну, человек, который обыватель, да? Ничего не понимает, двигатель не лазит. Вот, смотрите, заливная горловина. Очень удобно сверху, широкое горлышко, можно залить без проблем. Так, что еще? Ремень навесного оборудования. Меняется по состоянию, четкого регламента тоже, в принципе, нету, но, как показывает практика, раз в три года он по-любому будет выходить из строя. Опять же, при замене ремня смотрим ролики, осматриваем, по состоянию меняем. Тормозная жидкость. Регламент раз в два года максимум. Либо по пробегу раз в 60 тысяч рекомендованно заменить. То же самое с антифризом. Климат у нас, не знаю, резко континентальный, наверное, но диапазон переменной температуры может быть там, грубо говоря, в 20 градусов, поэтому за антифризом следим и не запускаем это дело. Так, ну, под капотом, в принципе, все. Воздушный фильтр тоже, как говорится, легкие мотора. Меняем раз в 10 тысяч, по крайней мере, заглядываем, по состоянию меняем. Турбокомпрессор у нас достаточно тоже живой. Такая внушительно здоровая турбинка. Ходит без проблем. Шибко жалоб на них нету, на турбины, поэтому отметим надежность. В принципе, если говорить объективно, достаточно надежный агрегат, как мотор, так и коробка передачи. Ну, с коробками вообще проблем, в принципе, не было, но с моторами бывает, но это уже следствие неправильной эксплуатации, либо там с топливом что-то получилось. Ну, давайте посмотрим, что у нас снизу, как, в каком состоянии. Одна из самых часто встречающихся, все равно проблем, связанных с Ки, типа, по Сорренти и по Спортажу, ну, не так часто, ну, так или иначе, проблема муфты включения полного привода. Она, в принципе, точно такая же, также устроена по принципу, как на Спортаже. Есть очень много информации об этом. Что мы можем отметить на данном автомобиле? Все, в принципе, сухо, сальники сухие на заднем дифференциале, сама муфта, в принципе, подтеков никаких визуальных нет, жалоб нету, компьютер бортовую ошибку не выдает по ней, поэтому есть все основания полагать, что муфта у нас в исправном состоянии и чувствует себя достаточно хорошо. Так, что мы еще можем отметить? Ну, в принципе, каких-то серьезных нареканий неисправности на данной машине не зафиксировано. Если что-то и есть, какие-то замечания у владельца, скорее всего, это все исключение справа. Потому что, повторюсь, автомобиль надежный, система подвески тоже достаточно уже проверенная временем и годами на многих машинах. Все, в принципе, достаточно надежно и четко. Муфта в нашем случае исправна. Спереди. Одной из неприятных таких неисправностей, судя по отзывам в интернете, может считаться шлицевая в корпусе дифференциала. На данной машине, на данном автомобиле тоже эта неисправность, ну, как бы никуда не ушла. В нашем случае люфт небольшой имеется. Ну, как бы, порекомендуем мы это дело провести профилактику, снять с младшей лицы. Но на данном автомобиле это еще все в достаточно хорошем состоянии. Опять же, повторюсь, подвеска Макферсон, нижний рычаг, через шаровую на поворотный кулак и амортизатор. Регламента какого-то по ходовой, естественно, не существует. Все меняется по состоянию. Все достаточно надежное, качественное. Отличный автомобиль. Вот знаете, что хотелось бы резюмировать? Это большой, комфортный, качественный кроссовер, в котором приятно находиться, не заставит усомниться в том, что выбор сделан правильно. На него приятно смотреть, в нем приятно находиться. У него продуманный, просторный, качественный салон, плюс широкий выбор двигателей разного объема, мощности. В общем, кореец идеально подойдет на роль семейного автомобиля, но у него есть еще и конкуренты в своем классе, в частности, Hyundai Santa Fe. Но о нем мы расскажем вам в следующий раз. До новых встреч! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, пишите в комментариях. Всегда рады ответить на все ваши вопросы. Если что-то заинтересовало, понравилось, тем более, плюсуйте. Не понравилось, делайте замечание. Все, всем удачи, пока!